Итак, приветствую вас дорогие интернет зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 ASPEC для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами вот на этом красавцы покатались, завершили чемпионат MR Challenge. Вот, натянули там всех почти сразу. Так, ну а в этой серии давайте мы с вами примерно из той же линейки чемпионат возьмем. Ну, FR Challenge будет это у нас, то бишь, заднеприводный чемпионат тачек. Ну и для этого, в принципе, у нас тут есть вот две Mazda RX-7. Я сначала на вот этой хотел, но потом глянул, что она чуть-чуть послабже будет. Так, сейчас мы сравним их, 287 и вес 1280, да? И у нас Type-RZ еще есть. Она чуть-чуть помощнее. 290 лошадей и вес... А, на 10 килограмм даже легче, да? Ну да, значит мы Type-RZ давайте возьмем. Она у нас как раз FR. Так. И что у нее тут есть? Воу! А, так получается у нас здесь в гараже складируются те диски, которые мы покупаем, да? То есть их можно надеть, в принципе, на любую машину. Понятно. Тогда почему в там, в магазине выбора дисков, там, над теми, которые мы купили, там везде sold out, ну типа продано, горит? Я еще такой думаю, как так? Нельзя понравившиеся диски, например, поставить на разные машины. Вот. Но, оказывается, можно. Они у нас все остаются в гараже. Хотя, не совсем это правильно, конечно, потому что у всех машин крепления, блин, разные. Вот. Ну да ладно. Давайте возьмем нашу Мазду. Не знаю, что из этого получится, потому что денег у нас нихрена нету. Но давайте, как обычно, сначала халявных лошадей получим с вами. Около двадцатки, как мы знаем. Ну, там, восемнадцать, пятнадцать. В общем, лишним не будет. Двести девяносто у нее было лошадей. Сейчас посмотрим, сколько станет после этого. После этой процедуры. Так, заходим вот сюда. Смотрим. Тристо четыре. Четырнадцать лошадей добавилось. Ну, а что, за двести рублей, как бы, почему бы и нет. Халява, я считаю. Так. Что нам надо? Я вот, даже я не знаю. Наверное, лучше гораздо больше дадут. Покрышки все-таки мощность немножко и подняли. Давайте посмотрим, на что у нас хватит. Хватает у нас ненамного. На хард. Но, тем не менее, хард-то хард. Да, это почти самые жесткие. Но, это, тем не менее, слик гоночный. И, как бы там ни было, он будет гораздо лучше, чем та дорожка, которая у нас сейчас стоит. На ней только, блин, дрифтовать. Вот. Ладно. Видите, все деньги вкинулись. Не знаю, черт возьми. Если сейчас мы будем сильно, конечно, сливать им в этом чемпионате, то придется, наверное, продать одну из наших раллийных тачек. Но я надеюсь, что этого не придется делать. Ну, если придется, то продадим. И тогда уже подкачаемся серьезно. Хух. Ну что, Трилл Маунтен. Погнали. Если будем не сильно проигрывать, удастся тут хотя бы за подиум зацепиться. Может быть, тогда, ну, посмотрим там. Можно нам еще из самого такого простого, что там, дешевого, немножко еще мощность поднять. И я как раз таки думаю, что именно мощности нам не будет хватать. Ну, как бы, если брать аналогию с NSX, я думаю, здесь соперники примерно такие же будут, как были в чемпионате МР. Поэтому, скорее всего, мы еще лошадей где-то 20 им, наверное, проигрываем. Но, это так. Догадки. Сейчас мы все посмотрим на деле. Что ж, погнали. А, давайте посмотрим, что за соперники-то. Ага, смотрите-ка, такая же Мазда есть. Так что, союзник у нас будет. С-2000, Сильвашка, Фашка 300ZX и Supra RZ. Ну, блин. Соперники, конечно, серьезные. И все, японцы. В общем, православный японский автопром рулит. Так, сейчас главное стартануть хорошо. Так, ну, почти хорошо. Так. По крайней мере, стартанули хорошо и почти сразу обошли Supra, но... Но-но-но. Дальше не все так гладко пошло. Так, ну тебя нафиг. Будешь тут... А, у нас же тут продолжается вся эта канитель с резиной. Резина-то продолжает стираться. Так что здесь опять будут пидстопы. Но здесь у нас еще жестче резина, чем была там. Поэтому сейчас-то, я думаю, мы точно на пидстоп не будем заезжать. И резина у нас будет хватать прям до самого финиша. Она даже, я думаю, не пооранжевеет. Ну, правда, это все зависит, конечно, еще как будет жрать резину сам RX-7 наш. А-а-а! Хард, конечно, еще скользит. Скользит достаточно весело. Ну, плюс, у нас машина, в общем-то, стоковая. По сути, у нас поменена только резина. То есть взяли RX-7. С магазина просто-таки, с автосалона. Новенький. Лупанули на него гоночный слик и поехали в гонки. Вот как-то так. Представьте, если это было бы в реальности. То есть машина к гонкам не подготовлена абсолютно. Так-то. У-ух-ух-ух! Тем не менее, она у нас даже на взлет вон прет. Так, а вы гляньте-ка. Лидирует-то наш напарничек. Так что RX-7 тут тащит. Пока, по крайней мере. А-а-а! Сколько там раз они на пидстоп будут заезжать, неизвестно. Потому что она сейчас так же после второго заедет. И потом после четвертого еще. О-о-ох! Кстати, помню статью в журнале, в моем Official PlayStation. Есть у меня за 2001 год. За январь, по-моему, 2001. И там статья есть большая про Gran Turismo 3. Испек, она еще на тот момент не вышла. И там как раз приведены были скриншоты вот с этой трассы, Трилл Маунтен. Там, в этой статье. Ну, с помощью этих... Да что ты, блин, так тебя вынесло-то? Он, блин, мега-хрень. И, короче, на этой трассе графику и непосредственно освещение хвалили. Что на тот момент просто шикарное передовое освещение. И, мало того, вот на такой же Рыксе, как вот, которая сейчас лидирует. Даже цвет такой же. Вот. И скриншоты прям подряд как бы делали. Ну, чтобы видно было, когда машина в поворот входит, как на ней тени меняются. И как раз поворот вот тот. Сейчас мы до него опять доедем на этом круге, я вам скажу. Где в скалках-то. Медленный поворот. Так, ну, Рыкс-7-то, да, здесь тащит, смотрите. Вот этот поворот вот здесь. То есть прям подряд было сделано штук, наверное, шесть скриншотов. Начиная от входа в поворот. И заканчивая выходом. Ну и, конечно, я там... Эту статью я просто до дыр зачитал. Засмотрел эти скриншоты, наизусть выучил. Почему они у меня сейчас так и отпечатались. Журнал, кстати, до сих пор жив. Вот. И, конечно, очень впечатляло. Ну, ё-моё, 2001 год. На компе ничего тогда даже близко такого же крутого не было. Знаете что, она тяжелая еще. Реально она очень тяжелая. Так сложно тормозить на ней сейчас. Надо будет ее облегчить сейчас. Сейчас даже если не выиграем, какие-то денюжки заработаем. Надо будет облегчить там тоже это. Стоит небольших денег, но зато даст прирост к стабильности большой. Вот. Ну да, видно, как она из медленных поворотов уезжает. Конечно, пошустрее они здесь. Но, по-моему, все-таки не такие матерые, как были в MR Challenge. Ну, потому что, ёлки-палки, мы там на достаточно прокачанном уже NSX и то с ними сражались. Считай, на равных, а то и они были пошустрее. А здесь? Чё, я говорю, у нас RX-7-то совсем не прокачанная практически. И мы, в общем-то, смотримся достаточно достойно. Извини, напарник, извини. Ну, ты, я смотрю, всё равно на втором месте остался. Так что я тебя почти не закосячил. Это рокировка командная. С командного мостика тебе уже три круга толдычат. Пропусти, пропусти напарника по команде. А ты вот не хочешь, ну, поэтому пришлось немножко тебя потеснить. Ха-ха. Ух. Так, надеюсь, эта карма ко мне не вернётся. Так, осталось нам полтора круга с вами. Доехать в спокойном темпе. Да, блин, тяжёлое, тяжёлое. Даже если оттормозился хорошо, то на выходе начинает достаточно сильно на внешнюю сторону сносить. Из-за инерции. Супра там его покусывает. Напарничка нашего. Так, ну вот, у нас один круг остался. У нас колёса ещё жёлто-зелёные. Шикарно вообще. Так что, ребята, резина решает в таких гонках. То есть, не везде надо гнаться за, блин, суперсофтом. Так, накатывает, блин. А чё же у вас это? Чё, резина тоже не стирается, что ли? Видать, они глянули на предыдущий чемпионат, что можно всю дистанцию проезжать без пидстопа. Ага. И тоже решили, гляньте-ка, никто не заехал. Так, ага. Ты оторвался, смотрю, от всех, да? И снова на хвосте у нас висишь. Нехорошо. Нехорошо. Скандал же будет в боксах, если ты на меня в атаку полезешь опять. Так, надеюсь, он напрямую не накатит сильно прям уж. Слепстрим мы ему не дадим. Накатывает, накатывает собака. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Держи, держись, держись. Блин, мандраж этот появился. Как обычно. На последнем круге. Ай, плохо слышу двигатель. Тоже нехорошо. Блин, поезд этот сраный за окном едет. Заглушает всё. Нашел время. Оу! Тихо-тихо-тихо-тихо! Товарищ! Товарищ! Ух ты-ух 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 ты! Ай, есть! Семьдесят тысячных! Да! Где-то круги на третьем я, если честно, сомневался, что удастся выиграть. Потому что тогда RX-7 коллигировала. И достаточно с комфортным преимуществом. Но всё-таки удалось. Так, но, тем не менее, всё равно надо ещё облегчиться. Как раз, о, пятёрочку заработали. Блин, сейчас все деньги уйдут на... На наш этот... Болит-агрегат. Так, ну что же. Одолели мы, значит, эту гонку. И сейчас, как я говорил, пойдём немножечко доведём до ума наш RX-7. Так, надо его совершенно однозначно облегчать. Это прям первым делом. Потому что... Толстопузый. Он у нас толстопузый. Так. Первая стадия куплена. Выкидываем всякие сидушки, детские кресла, запасные колёса и прочие всякие... Всякие инвентарь, короче, типа домкратов там, всяких ключей. Вот. Потому что теперь у нас есть команда на пидстопе, и у них это всё есть. Собственно, мы им и отдаём это всё, весь этот хлам. Так, дальше что? Дальше, 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 дальше. Четыре тысячи осталось. Думаем, что надо сделать. Я думаю, надо механическую вот эту вот часть ещё, коробку прокачать, в общем. Хватит у нас, нет. Ну, давайте. Что сможем, то купим. Сцепление. Потому что это тоже неплохой даёт прирост к скорости, по крайней мере, к разгону. Особенно на средних передачах. Потому что на первых передачах там резина хорошая у нас. Мы без букса стартуем, а вот дальше начинаются просадочки. Передачи с третьей где-то. Эх, 700 рублей осталось. Кардашку не купим. Уж не до коробки передач. Испытываем прям жёсткие проблемы с финансами. Ладно. Надеюсь, что нам хватит этого. Прям, ух. Жёсткие проблемы с финансами опять докатились. Скатились. Но ничего. Как только мы проедем очередной какой-нибудь троллейный чемпионатик, у нас появится что продать ненужное. В принципе, и сейчас есть, но не очень бы хотелось, конечно. Потому что особо повторяющихся машин у нас нет. Есть просто те, которые мы уже использовали в ралейном чемпионате. Их как бы можно скинуть. Вот. Подороже, потому что на них уже есть зарубки. С победами. И да, получается, немножко хочу поговорить о ваших комментариях. Под прошла... Как это? Нет, под предыдущий, под пред предыдущий, когда мы с вами на Мерседесе проходили чемпионат какой мы... А, Серебряные Стрелы проходили. Под той серией сразу несколько человек написали свое... Не то, что недовольство, а высказались просто свои комментарии в таком духе, что, мол, вот, в одни ворота выиграл, неинтересно. И еще там под парой серий, где вот у нас так получилось, что мы... Да, на... Машина получилась заведомо более сильной, чем у соперников, скажем так. Вот. И там, типа, были такие комментарии, да, вот, что... Ну, что такое, неинтересно. Машина, мол, гораздо сильнее, чем у соперников. Типа того, в общем, что-то. Ну, и несколько сразу, все вот примерно в таком ключе. Но вы же поймите, что, во-первых, я не стремлюсь прокачать машину в потолок, да, вы же, наверное, сами замечаете. Во-первых, я стараюсь реалистично достаточно карьеру отыгрывать, то есть, я бы мог, допустим, вот сейчас у нас серьезные проблемы с финансами, да, только что мы их ощутили. Я бы мог вне записи серии, да, просто прокатиться несколько раз раллийный чемпионат, заработать каких-нибудь дубликатов машин, понапродавать их и никаких проблем бы у нас не было. Но я же так не делаю. Вообще, минимум вы что-то пропускаете. То есть, я за кадром практически ничего не, сам не прохожу. То есть, практически все, что я пишу, все попадает в серии. Единственное, я сейчас стал еще больше уделять внимание вот тому, чтобы мы были на уровне соперников. Я поэтому сейчас перед тем, как писать серию, я захожу в чемпионат, вот даже сейчас перед записью этой серии, я на этой же RX-7 зашел в чемпионат и посмотрел, насколько она подходит, насколько она слабее или наоборот мощнее, чем соперники. Посмотрел, что она слабее, но слабее ненамного и можно на ней сражаться. Машинка прикольная. Вот. А мог бы просто ни в какой чемпионате заходить просто, я говорю, проехать, наколотить бабла и в потолок просто выкачивать эти машины. И мы бы на имбе ездили постоянно. Но я так не делаю и никогда так не делал. Я всегда старался машины прокачивать так, как того, кто-то или иной чемпионат требует. И просто, ну, иногда, да, получается, что я завышаю немножко технические наши параметры и получается, что мы достаточно сильными заходим в какой-то из чемпионатов и там выигрываем достаточно легко. Но я все равно стараюсь что-то тогда рассказывать или о Формуле 1 или как-то разбавлять комментариям. Потому что, когда гонки получаются плотные, наоборот, особо сильно не поговоришь о чем-то таком. То есть, все внимание на соперников, на того, чтобы не совершить никаких ошибок. А если гонка более такая расслабленная, то есть возможность поговорить о чем-то. Поэтому вы сильно как-то, как сказать, не расстраивайтесь и на меня не обижайтесь, что вот я там такое-то самое. Нет, я никогда машины не стараюсь прокачать так, чтобы заведомо быть гораздо сильнее соперников. я говорю, иногда получается так. Вот сейчас, да, вроде бы качнулись, что мы там купили-то, облегчили машину, да, немножко купили сцепление и маховик, все, видите, это буст сразу дало. То есть, уже таких проблем, как на Триал Маунтане нету. То есть, мы посильнее стали. Я не скажу, что мы прям быстрее их намного, но, по крайней мере, они можно их контролировать, скажем так. Плюс к тому все-таки я считаю, что я лучше стал сам ездить. Ну, в конце концов, Гран Туризма 3 вот до того, как я новую волну серии не стал прохождение делать. Я же не играл в нее два года почти. То есть, заново сел и, естественно, мастерство подрастерял. Сейчас я сам ошибаться стал меньше, поэтому, в принципе, если я не ошибаюсь, то легче выигрывать. Хотя, конечно, тоже где-то я ошибаюсь. Плюс еще, если что-то не получается, начинаешь закипать. От этого ошибок становится еще больше. Ну, в общем, все равно, я считаю, что прохождение Гран Туризма у нас достаточно интересно с вами складывается. Несмотря на какие-то мелкие, может быть, косяки, мне кажется, достаточно мы с вами достойно с этим справляемся. Вот. И все равно спасибо вам большое. Многие комментарии благодарственные, что, ну, как бы, в основном, что ностальгия там, это понятно. Ради этого и тружусь. Вот. Ну, поэтому я считаю, что прохождение наше с вами достаточно успешное и удачное. Так, во, видите, кто это нас достал? Только я тут кто-то вышел на второе место, видать, зажимали пацана. И сразу же нас достал. Не пойму, супра, что ли? Так накатило мощно. Так, последний круг остался. Блин, не пойму. Вроде супра. Ничего себе. так что ничего еще не ясно, ничего еще мы не выиграли заранее. Хотя странно, RX-7 вроде бы так королил на прошлой трассе, а тут что-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот, нельзя ошибаться. Так. тут короче новости поступили я сам этого не знал но пресс-релиз вышел от некой компании урал калий я и о существовании такой мега корпорации не знал вот в общем суть в том что оказывается когда force india у нас обанкротилась ну или она точнее не обанкротилась а когда у нее ввели внешнее управление в общем стало известно что у команды плохи дела в общем оказывается урал калий тоже бился за за покупку этой команды у них там несколько было бизнес-планов и они оба их представили оба или три их там даже было или это rx7 вторая нет супра вы гляньте суп рачка блин я рад за нее супра rz молодец rx7 аж только четвертая так ну и в общем фишка в том что оказывается там где-то в совете директоров или в общем где-то в верхах этой компании один из глав ее оказывается некий мазепин по-моему александр или алексей так вот это оказывается батя никиты мазепина так что в принципе за force индию борется у нас сейчас два клана два просто семейных клана стролов и мазепин их вот я так думаю что мазепин то наверное даже побогаче будет дяди строла но просто там видимо у строла муж какие-то подвязки были ли чё в общем там какие-то условия создали урал вот этому калию что ну в общем нереально в эти сроки было подготовить все бумаги там юридические проволочки и все все в общем сделали так чтобы все это дело ушло к стролу вот но урал калий вроде бы не сдается и сам мазепин они еще один там пресс-релиз выпустили что в общем руки они не опустили будут продолжать пытаться как-то но команду в общем купить то есть у них самое главное заявление было ну бизнес их план более долгосрочный что оставить команду акционеров все как есть единственное рассчитаться по долгам всем команды помочь ей план пятилетку они там разработали что какие-то средства в кину то есть сотрудников никуда не разгонят ну то есть очень все как бы так плавно и аккуратненько провернуть могли но пока вот не получается так что если получится отбить force индию общем она может вполне стать российской командой более того она может стать семейной командой просто а напомню никита мазепин он уже является ну там не тест пилот там девелопмент драйвер типа специалист по доводке по доработке машин вот ему уже давали на тестах покататься так что принципе он уже так скажем одной ногой форс индии и кстати в gp3 выступает очень неплохо в этом году и борется там за за титул по моему он уже две гонки там выиграл в общем числе лидеров точно так ну в общем это такие новости я кстати в группе там пост этот выложил вот про как раз мазепина и урал калий то что они борются за за force индию кому интересно может зайти в группу и почитать на сайте f1 news точка ру это все там написано там по моему две статьи сейчас как раз достаточно мне кажется это интересно вот блин а тем временем у нас последний трасса и рим оказался и теперь рим прямо тоже блин такое себе пока пока не все так радужно блин двойка лидеров пока что шпарит надо постараться и догнать так ладно тогда все внимание на трассу давайте сосредоточим потому что что здесь будет сложнее чем на лагуни секи может они тоже тут глядя на нас чуть-чуть под прокачались смотрите кому двойка лидеров там я так понимаю с 2000 и опять rx7 а тоже конечно сложная трасса техничная много закрытых поворотов таких с не совсем понятными апексами да что такое блин так как бы для этой вот трассы не пришлось бы еще немножко вкинуться в наш rx7 потому что пока я смотрю что они это ладно сейчас я тут ошибся в последнем повороте посмотрим короче нас еще три круга впереди пока все что-то как-то плохо 46 секунды и они продолжают отрываться блин ну может у вас там резина не знаю как то под просядет ого 5 и 3 уже кошмаре ки мне аж страшно таких цифр становится еще и сама трасса рим она я говорил не самая для меня лучшая хотя мы совсем недавно по ней катались но мы катались по братку по ней сейчас она как раз таки прямо так 5 и 9 да ладно да вы чё блин куда так откуда там столько прыти то взялось в принципе ну да по марке у меня есть конечно но они не не такие фатальные это жесть что блин тут еще на меня кто там супра давит а опять же вот на первых кругах стиле дает что там отпустили они продолжают отрываться на каждом круге уезжают потихоньку так а чё нам с вами можно сделать еще так чтобы и денег много не вкидывать и постараться затюнется ну из такого дешевого можно еще мощность блин 6 и 8 да ладно можно мощность недорого приподнять чуть-чуть там это добавить это порядка 10 лошадей принципе они отрываются но по чуть-чуть совсем и и кардан бы еще нам купить вот там как раз чуть чуть не хватило в будущий раз можно чуть-чуть мощность приподнять и думаю мы тогда станем вообще на равным на равных с ними 6 и 9 ужас ужас так лучше круг пока 155 у нас да тоже надо будет запомнить сейчас качнемся и посмотрим насколько улучшится время так последний круг остался болин так ну чисто визуально по моему приблизились по крайней мере ко второму месту то ниш вообще в паре просто упылили и никого вообще не оставили шансов даже так хоть от этих под оторвались интересно что а ну да чуть 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 приблизились к лидеру тоже интересно что ой блин замешкался блин забыл чего хотел сказать 7 и 2 но на ошиблись а вот что тут резина то стирается да но особо как-то не отражается это не на мне ну понятно у нас у нас на хард стоит и на них то есть они тоже вообще никто не заезжает и темп по моему особо не падает у них то есть это эту переменную ввели сюда в этот чемпионат но она не особо влияет на что-то а скорее больше бы влияла на тех кто тут бы поролся и купил бы себе например супер софт вот он бы конечно стирался тут за три круга наверное и пришлось бы в любом случае заезжать ну а мы же с вами не такие мы не мажорим на супер софте так ну все равно так эта пара лидеров не осталось впереди правда перестала быть парой но тем не менее в принципе без шансов шансов даже и догнать не было ой 1.52 и 9 ого 1.55 был предыдущий круг стал 1.52 и 9 и мы там даже догнали интересно а чушь такое где же я столько отыграл ну здесь понятно ошибка была 1.56 и 3 снова да шансов в принципе не было хотя вот с 2000 мы почти достали ключевое слово почти так ладно вот что я делал 2000 до 7 давайте посмотрим что мы сможем ну так полторы тысячи по моему стоит чип этот который отвечает за фазы газораспределения и его то мы точно возьмем так ух ты а у нее чё турбо что ли есть да ха так вот берем да всего полторы тысячи халявные практически ага вот 10 лошадей ну нормально небольшие деньги но и достаточно приличный прирост как бы по меркам этого чемпионата я думаю будет нормально так и ставим кардан карбон драйв шафт вот я думаю это должно нам помочь как раз найти те вот недостающие нам десятые доли секунды так трешка осталось на коробку нам все равно на гоночную не хватит тормоза тоже подвеска ладно оставим трешку эту на размен погнали еще раз попробуем зарубиться с ними бронза некрасиво как-то так ну соперники по-моему те же интересно что нету ни одного европейца только хардкор тюрьм православный японский автопром наш родной ну не знаю тоже поймите меня правильно я почему его ну как бы в шутку так называю православным японским автопромом и нашим родным потому что понятно что многие те кто меня смотрят они живут в западной части России там конечно японский автопром не так распространен но тоже поймите здесь мы живем на Дальнем Востоке более того вообще в Приморском крае я живу а это в получасе езды от Японии ну я шучу конечно про получас до нее не полчаса а где-то минус 45 вот но в общем тем не менее просто вот как развал союза произошел сразу же просто абсолютно сразу а так блин мне звонят так блин ну нельзя так звонить прям посреди гонки елки палки еще и позицию потерял вообще жопа а ну в общем я с самого детства наблюдал те японские машины то есть прям вот 90 там первого у нас у всех у знакомых у друзей у родителей там моих друзей пацанов которым тоже там тогда было там по 7 по 8 лет появлялись эти иномарки и в общем с самого детства я с ними или они с нами в общем поэтому серьезно это наш автопром по сути здесь у нас встретить русскую машину вот это все равно что там раньше во времена союза было встретить иномарку то есть мы шутку здесь зовем иномарками сейчас русские машины даже какие-то современные там даже достаточно распространенный УАЗ Патриот тут у нас днем с огнем хрен сыщешь или там какую-нибудь современную ВАЗ там не знаю ладу какую-нибудь вот и европеек у нас тут тоже мало очень мало хотя в последнее время стали появляться но даже больше у нас появляется корейского сейчас автопром потому что Корея мощный рывок сделала тоже на международный рынок сейчас и ее машины сейчас очень ценятся тоже и корейцев у нас тут дофига просто но они как бы леворульные больше нам подходят поэтому их покупают стали покупать плюс у нас тут завод поставили по сборке Hyundai и Kia прямо здесь у нас собирают поэтому понятно почему их стало достаточно много но японцев от этого не уменьшается поэтому да поэтому вот все вот эти rx7 тойоты короллы марк 2 там чайзеры левины троены это все наша кухня с самого детства кресты еще есть тойоты вот очень переживал помню в детстве друг мой тоже кстати Витёк его зовут кстати Витёк если ты вдруг вдруг меня смотришь привет тебе большой вот переживал что нету креста у его отца было креста в то время в 90-е а в гран туризма ну тогда мы играли в первую часть не было креста зато марк 2 был вот этот тауреровский самурая у нас его называют вот и да типа креста наверно нету потому что сарай дрови ну я не думаю что креста от марка 2 сильно отличается это вообще такой по сути ребрендинг просто по каким-то причинам я кстати сейчас не очень понимаю почему например в современной гранатуризма полифоники не добавят марк иксовый очень классная пушка у моего друга наон есть причем не первой модификации не первой итерации так сказать очень классная машина у нее спортивный режим тоже есть ну и в общем выглядит она прекрасно в отличии от первых ее дизайнов самого первого который был по мне так страшен то начиная со второго прямо не хорошо изменили грандовского марка почему-то нету который перед иксом был тоже непонятно классная абсолютно пушка мне он даже раньше ну гораздо больше нравился чем икс вот ну видимо у них на то свои причины есть какие-то нам непонятные ну в общем это была моя телега по части того что почему я наш наш опять же ведь я уже непроизвольно называю японцев японок нашими почему в общем я называю японский автопром нашим православным я в девятом году последний раз был в гостях у родственников в челябинске ну откуда я собственно родом вот и на тот момент естественно у нас как и всегда как я уже рассказывал тут царствовали и владели всем японцы ну машины имею ввиду а туда приехали и там там вообще не было японок мне так это дико было ну то есть там дядька меня возил по городу часто с ним ездили а у него был что-то ваз какой-то такой обрубок хэтчбэк вазовский не помню какой-то 2105 или 07 вот и короче это и ездим машин дофига да но в основном все русские и европеек достаточно много было ну так в основном конечно все равно русский был автопром на тот момент еще но проскальзывали всякие там audi mercedes рено а у нас чисто одни японцы были я говорю ничего себе сколько у вас здесь нашего русского автопрома и европейки говорю катаются он а чё говорит у вас не так я говорю у нас уже лет десять как русских машин вообще нету и и вообще мы своими игрю называем чисто японский автопром потому что он абсолютно у всех японки блин тоже так удивился ну она в принципе я смотрю и сейчас не особо изменилось японок на западе как не было так и нет ну конечно в процентном соотношении я думаю сейчас все равно побольше стало сейчас по завозили но там они больше скорее леворульные чем право а у нас то здесь на спору блин переделывать все дорожные знаки все всю разметку и делать левосторонним движение потому что японцы у нас здесь прямиком с японии везут никакие они не экспортовые ничего и они праворульные все то вот последние лет пять наверное стали совсем новые модели привозить японок ну и говорю вот корейцы стали развиваться так все-таки появились леворульные иномарки вот а до этого процентов наверное 90 с лишним 95 все было праворулька редко редко когда встречались хотя бы даже леворульные иномарки не говоря про наши российские ведра в гонках вот у нас на прям ринге дрифт корчи все эти гоночные тоже все праворульное японки там царят просто а там собственно и нету больше ничего не японки в дрифте то есть то есть в официальном чемпионате рдс восток у нас по моему вообще нету ни одной какой-то там европейки там я не знаю одни японки чем преимущественно праворульные так пятый круг блин ну место мы с вами улучшили но черт возьми так это мы сейчас с 2000 прошли ну вот хватило нам того чтобы все таки с 2000 нагнать на последнем круге там мы ее нагоняли но не смогли пройти но до лидера еще что-то как до луны пешком блин так что мы можем за второе место сколько нам насыпят трешку да где-то еще блин неужели он настолько сильный наш напарничек походу здесь в последней гонке может прокачался или может настолько эта трасса rx7 подходит а я то что не в полной сосредоточенности все равно еду рассказывал вам всякое блин не знаю не знаю давайте посмотрим что мы еще можем сделать блин 6000 ни туда ни сюда коробку не купишь передача а можно знаете что еще сделать так так в принципе коробку можно купить наверное но не фули кастомайзом был да но не хотелось бы покупать запчасти вот эти вот так ладно 5700 запомним сейчас я думаю либо коробку передач либо вторую стадию облегчения по деньгам один в один облегчение чё нам даст нам даст меньшую инерцию в поворотах до теоретически сможем чуть позже тормозить быстрее поворотики проходить а если купим коробку гоночную то сможем быстрее разгоняться на коробку у нас на полностью настраиваемый блин не хватает это придется потом еще вкидываться из в случае чего вдруг где-то еще захотим покататься на ней на более серьезных чемпионатах а здесь облегчение в любом случае надо делать ладно давайте наверно все таки вторую стадию облегчения мне интересно просто сколько она у нас сейчас весить стала была сколько 1270 дана весила опять звонками блин своими отвлекают так чё у нас по весу 1130 да то есть мы 140 килограмм сбросили неплохо при том что в принципе так немного она весила ладно 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 облегчились погнали третья попытка болин пока даже блин достать его не можем надо сейчас это посредо по сосредоточенее проехаться все внимание на трассу уделить вот я думаю тогда нас будет ждать успех а то что-то под застряли на этом риме блин гаска так половина успеха это хорошо стартануть так неплохо неплохо сейчас надо как можно выше сразу выйти постараться в первых поворотах и блин первый круг не закосячить он очень важен черт возьми так иди в пень вмешайся так за спины двух лидеров вышли сразу вот пока rx7 даже на втором месте вот надо их блин постараться догнать из 2000 потому что у нас все таки помедленнее чем rx иぇ хотеть быть хоть 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 сейчас блин скорости подросли щас немножко ление по подвеске мы крены большие вот в скоростных связках вот предыдущий чувствуется как она перекладка вот это слева направо дается ей достаточно сложно ладно я уже чувствую что сейчас гораздо лучше конечно стала поворотах она лучше стала вести ох по внешке как мы и объехали так блин rx7 вперед вышла нехорошо но и мы теперь не лыком шиты напарничек давай-ка ты не будешь смотрите блин все таки наверно по мощности она еще чуть-чуточку но мощнее что даже с помощью слип стрима еле еле мы на равных но вот конце прямой чуть-чуть быстрее оказались так мне кажется она буквально на еще я не знаю на 5-7 лошадей наверное она помощнее нас так ну чё сейчас я чувствую у нас будет борьба всю гонку с ней главное теперь хоть с ней сражаться можно на равных блин уже никаких там отрывов там в 5-6 секунд нету все на уровне десятых пошло вот 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 я перекрестит нет не дадим вот вот в этой сейчас скоростной связочки с очки правый левый тут сложно в середине перекладываться вот тут тоже крены большие сносит но вот за счет того что облегчились меньше кстати стала тут сносить но тем не менее подвеска то у нас все та же заводская стоковая значит достаточно мягкая еще конечно то что все внимание сейчас на трассу надо без ошибок проехать постараться так подотстала вот второго круга сразу 1 52 2 лично а тут ночь можно попозже сейчас тормозить попробуем с очень круги прям на сотке начать тормозить вот здесь лучше да в стенку так не выносит ну да блин каждый параметр ребята каждый параметр работает я что-то раньше того не замечал вот здесь даже в третьей части как-то не уделял внимания так первых потому что сам грязнее гораздо ездил а сейчас прям чувствуется как говорится на кончиках пальцев что малейшее изменение в машине какую-то деталь покупаешь все чувствуется как поведение машины меняется ай тут он тут он тут чувствую да сзади он рычит прибавил что ли ли еще посмотрим на свой круг да я заметил кстати о нем последний поворот плохенько проходят как раз шанс подоторваться на такой длинной прямой что у них мощности поболя ну круг то такой же считает на 524 в десятке а он там прям так ну-ка а нет на сотке я где-то сейчас на 110 наверно начал тормозить 115 и в принципе впритык вписался на сотке танцы это уже слишком поздно тормозить во второй части трассы у нас у нас накатывает или как сказать лучше на третьем секторе даже вот так до инертность подвески ощущается прям хорошо так сейчас вот этот поворот я лучше прошел сейчас думаю так не накатит да нету его позади тогда я плохо прошел левый двойной сейчас наверное круг будет лучше последний поворот не закосячу повело ну чё разобьем одну пятьдесят две давай рэкса давай ух ты нет даже хуже ну блин это закосячил выходом из последнего поворота повело там так я думаю оба лучше сейчас попытаемся на последнем круге сделать лучше круг резина еще в отличном состоянии как раз прикатилась блин уже плечи болят блин уже плечи болят баранку крутить давай так неплохо блин я вроде бы близок к тому чтобы рим выучить прям уже так неплохо получается круги выдавать некоторые так сейчас последний не закосячить так можно было и лучше конечно ну по ощущениям все равно должен быть получше кружочек чем 1 52 2 давай ну да вышли на секунду ух ты даже близки были чтобы из 1 51 выйти ха 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 да вот ну короче все равно даже вот не смотря на то что в принципе достаточно чисто гонку проехали Я бы не сказал, что в одни ворота То есть Достаточно близкая гонка была Да, так на расстоянии держали Две секунды привезли Но не знаю, если бы не облегчили Не факт, что удалось бы выиграть Потому что это прям дало Как раз на каждом круге Вот эти сотые доли Десятые Которые на круге и помогли нам Собрать преимущества Фу Ладненько Хорошо, прошли ФР Не без проблем Но тем не менее Так, что за тачку дадут? Теперь вот в чем вопрос Да, я уже по тени понял Что что-то квадратное Блин Ребята, ну нахрен он мне сейчас-то нужен На вот этой стадии чемпионатов Блин Я разочарован Тем более у нас уже такой по-моему есть Ну может быть это там Тогда был Троена А сейчас Это Левин дали Наоборот Но Не суть Это все равно Суть Одна машина Так Спринтер Троена Да Да И у нас по-моему По-моему есть уже такой Или нет Или я Что-то путаю Либо уже нам его давали И мы его продавали Ну в принципе Судьба у этого такая же Надо его продавать-то за копейки Ого 125 косарей В смысле его прокачанным дали что ли 207 лошадей Подождите Ну-ка надо посмотреть Так 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 207 лошадей Вес 825 килограмм Подождите-ка У него Во-первых по-моему меньше лошадей должно быть И неужели его дали Прокачанным Так Как посмотреть Тюм Да Зайти Куплено что ли у него все Да вы что 125 лошадей А Ну да То есть он такой гоночный Вот у него уже куплена Полугоночная подвеска То есть он Видимо не полностью прокачан Но что-то у него есть Да Выхлопная система Воздухозабор Вот у него новый Так Этого нету А третья стадия есть Что она дает Ну-ка Так себе 20 лошадей Всего за 70 косарей Баланс Ну в общем да Частично он Прокачанный Да Сцепление двойное Маховик Короче все Полугоночно На нем куплено И коробка Да Нет Коробку не стали ставить Зажали ЛСДшку Тоже не стали Ну ясно Ясно 125 лошадей Ой 125 косарей Слушайте Ну ладно Тогда его продавать Пока не будем Посмотрим Может он нам где-то пригодится По крайней мере В него хоть Вкидывать деньги На Ранней стадии Не надо будет Прикольно Прикольно Так Ну у нас Благодаря этому чемпионату Появилась еще одна Достаточно Неплохая И Такая Средняя Затюненная машина Вот В принципе Можем ее Тоже использовать Где-то Еще Может быть Пригодится Вот Ну что же А на этом Давайте прощаться Надеюсь что вам Серия понравилась Мне понравилось Кататься Вообще нормально Можно было конечно Чуть меньше На Риме Тьфу Чего его Римом На Токио потерять Меньше времени Ну ладно Не суть Это Как я Люблю Говори И гонки И не все Всегда получается С первого раза Вот Ладно С вами был Как всегда Скудер Канал Ни слова Об играх Всем пока Пока И увидимся В следующих Сериях